Спасибо за возможность редкого выступления. Поскольку Центр славянских культур, естественно, связан со славянскими культурами, то в первую очередь я бы хотел с нескольких слов, а может и чуть больше, сказать именно о славянских культурах, хотя это звучит чрезвычайно расширенно. Я бы сузил тему и сказал о том, как мне довелось в моей практике литературной заниматься переводами с нескольких славянских языков. Я привез и покажу вам несколько книжек, которые я перевел. Ну, не все, но некоторые из них. Вот с этого мы и начнем. Переводил я с сербского, болгарского, украинского языков, польского. Ну, кроме этого, я немного переводил с английского, древнегреческого, итальянского. В той или иной мере все эти языки я знаю, какие-то свободно, какие-то на техническом уровне, ну, скажем, древнегреческий, поскольку я изучал самостоятельно, то с текстами я работать могу, но если встречу древнего грека, то придется с ним на сербский переходить или на древнеукраинский. Ну, украинский у меня родной язык, один из моих двух, я билингва, возможно, поэтому так легко мне всегда было изучать языки, вернее, их даже не изучал. Скажем, сербский язык у меня автоматически выучился, просто когда я жил в Сербии, так получилось, что я там бывал неоднократно и бывал там еще в пору, когда это была единая страна Югославии, а затем в период санкций и даже несколько раз был в Косово, был до оккупации, был после, в какой-то период там читал лекции в Прещенском университете и как-то вот автоматически язык выучился. Но я даже не думал о том, что буду переводить, хотя познакомился там с прекрасными поэтами, познакомился там с философами, богословами, психологами различными. Есть очень интересная Белградская школа, это несколько у нас до недавнего времени совсем неизвестных, а сейчас уже относительно начинающих какой-то иметь, ну не то что успех, а какой-то отклик авторов, с моей точки зрения, очень крупных, высокого европейского уровня, вот о них я вначале говорить буду. И случайно совершенно, когда я здесь находился и читал античную литературу в Библейско-Богословском институте, мой коллега вдруг после моих восторженных рассказов о том, какая блестящая современная философская мысль в Сербии, предложила сделать перевод автора, которого здесь вообще никто не знал, ну вот кроме меня, такой Жарковидович. Я с ним познакомился в Белграде, бывал у него дома, и когда прочитал его книгу, он мне несколько своих книг подарил, я просто даже не поверил, потому что с моей точки зрения это вот философ масштаба Хайдеггера, Аристотеля, Ницше, то есть просто крупнейшая фигура, даже не европейская, а мировой философии. И вот когда вдруг случайно мне предложили переводить, причем для журнала современной драматургии, я тут же согласился, это было начало 90-х, компьютеров не было, сейчас это сложно представить, переводил я от руки, потом перепечатывал на печатную машинку, поскольку там несколько языков было, греческий, латынь, старосербский, немецкий, все это я вписывал вручную, потому что в журнале современной драматургии не было шрифтов для иностранных языков. Потом они на меня смотрели с ненавистью, говорили, что очень жалеют, что со мной связались, потому что вот такой сложный текст, единожды они опубликовали за всю свою историю, сказали, что больше не будут. А эта книга называется «Трагедия и литургия», и книга совершенно выдающаяся, к сожалению, отдельного издания нет до сих пор, но я вот начну с того, что я захотел один из трех номеров этой современной драматургии, это 1998 год, номера 1-3. Там вот был напечатан журнальный вариант этой книги. Я о ней два слова скажу. Я не знаю, читать, конечно, прозу легко, я могу все полтора часа занять тем, что буду читать, но я надеюсь, что когда-нибудь книжка выйдет отдельно, и для тех, для кого современная мысль важна, она так или иначе дойдет. Даже в интернете эта книга висит только первая часть, вот, благодаря стараниям человека в желтых штанах. Вторая, третья не существует пока в природе, это надо сканировать, вот, ну, все впереди. Идея этой книги, чем она меня потрясла, заключается в том, что Видович, это первый из всех вот за 20 веков, за 25 веков существования античного театра мыслителей, который задал вопрос, казалось бы, предельно простой и ясный, а почему в древнегреческом агонах, соревнованиях трагедийных, всегда в обязательном порядке греки должны были писать три трагедии? Ну, это все знают, там, любой человек, который учился на филологических факультетах, ну, или у меня, об этом знает. А почему три? И вот Жарковидович стал исследовать, до нас дошла одна трилогия Аристея полностью, дошли описания нескольких трилогий и других, и Эсхила, и Софокла. И вот он сделал совершенно потрясающий, очень неожиданный вывод, в большой степени оспаривающий идеи и Аристотеля, и вслед за ним возрожденный в 19 веке нитча идея о том, что трагедия — это спектакль, это театр. Вот, он предложил совершенно новую концепцию, она развернута, доказана, концепция эта восходит от того, что у древних греков было особое трагодийное, как он это называет, мышление, которое включало в себя три стадии. Это стадия испытания, стадия смерти героя, вторая часть вот этой трилогии, и стадия воскрешения героя или прославления. И он приводил примеры, что вот эта трагодийная, или трагодийная, чтобы брать термин, стоявшаяся трагедия начала, затем была утеряна в тот момент, когда из культа театр превратился в зрелище, и вот Аристотель уже описывал древнегреческий театр исключительно как времяпрепровождение, там, его веселение, или как жанр. Поэтика Аристотеля как раз об этом. А вот эта трилогийность ушла, с его точки зрения, затем в литургию. Литургия православная строится на той же самой идее. Испытание, смерть, распятие Христа и прославление его воскрешения. Дальше он стал исследовать, как это работает уже в средневековой, возрожденческой, современной литературе, и обнаружил, что есть несколько авторов, в которых вот это трагодийное начало сохранилось. С его точки зрения, например, Шекспир из древнегреческой трагодийности взял только вторую часть. Жарковидович называет ее драма страсти. То есть, когда есть только смерть героя, но никогда нет воскрешения. И вот он указывает на Сервантеса, Дон Кихот, и на братья Карамазовы и Достоевской. Если вы помните, финал братьев Карамазовых, это слова Алеши о воскрешении на камне стоящем, произнесенные его ученикам. Вот с его точки зрения, Достоевский, Сервантес. Ну, я потом уже развиваю, как бы просто накладываю, увидел, что, например, то же самое трагодийное начало, трилогийное, есть в лове о полку Игоря, где в конце прославление князя Игоря, возвращающего из царства мертвых, ну и в других произведениях. В общем, это оказалось, что теория совершенно работающая. И она очень интересная, совершенно повторяю, иначе, вообще иначе трактует древнегреческую культуру. Вот. Ну, возможно, да, переводилось мне очень непросто этот текст. Дело в том, что Жарко, он, хотя философ, причем философ такой профессиональный, он сам преподавал философию в Загребском университете, в Белградском, и в Германии, в разных местах, пишет он как поэт. То есть никаких сносок нету близко. И вытащить его цитаты, обнаружить, откуда они взяты, совершенно было невозможно. Мне приходилось перекапывать какое-то фантастическое количество произведений. И иногда он на каких-то вот таких мелочах ошибался. Ну, скажем, есть знаменитый средневековый сюжет, он и в миниатюрах средневековых есть, и потом у Анатолия Франца «Жонглер Богоматери». Может, слыхали, и потом можете найти. Очень красивый такой сюжет о том, как в одном монастыре явилась Божья Матерь, и каждый монах, и каждый, кто в ней был, в этом монастыре был, хотел показать и проявить себя с лучшей стороны. И там оказался вот этот «Жонглер». Напомню, что «Жонглеры» в то время это были не современные циркачи, это были такие бродячие поэты, полуфилософы, там, полуциркачи, ну, такие вот странники Божьи. И каждый из монахов говорил, вот я могу поститься там круглый год, вот я могу прочитать там, что они, ну, «Отче наш» могу прочитать там в течение суток или тысячу поклонов, я могу там левитировать свои молитвы и так далее. А «Жонглер» этот Богоматерь, он ничего этого не умел. Молиться он не умел, левитировать не умел, ну, единственное, что он умел, это он умел вот «Жонглировать» и что-то там, какие-то вот такие трюки или какие-то свои стишки, возможно, вполне, на наш взгляд, такие масс-культурные, там, я не знаю, конечно, прямо не приводится, но если посмотреть на средневековую лирику площадную, то она, в общем, ну, в Российской Федерации была бы запрещена в связи с использованием нормативной лексики. И он не знает, что делать, и вот Божья Матерь ему говорит, «Ну, а что ты стоишь? Вот все же показали, как они служат мне, а ты?» И он говорит, «Я вот ничего не умею, вот я вам, давайте я вам спою и прожонглирую». И начал это делать. Когда он начал это делать, он вошел в такой раж, так захватил его, так вдохновило, что он просто там как-то невероятно читал эти стихи, жонглировал, пел, плясал, все это прямо в монастыре во время службы. И когда это все закончилось, Божья Матерь говорит всем этим монахам, «Вот посмотрите на этого простого человека, потому что все, что он сделал, он сделал максимально, как он мог». Удивительная совершенно, очень глубокая притча. А Жарко Видович этот сюжет там передает и говорит, что это у какого-то немецкого писателя. Я полез в немецких писателей, я уже не знаю этого, я перечитал всех известных мне, неизвестных писателей, потом я стал обращаться к каким-то специалистам по всем в немецкой литературе. В общем, все мне в один голос говорили, ну нет такого произведения в немецкой литературе, каким-то германистам крупным. Вот, у меня был учитель в литературном институте, такой Станислав Бимович Джимбинов, совершенно, ну, человек сверху уникальный, который мне невероятно много дал. И вот, когда у меня не было уже возможности ни с кем консультироваться, я позвонил к нему, говорю, Станислав Бимович, где в немецкой литературе есть сюжет «Жонглер Богоматери»? Он говорит, Саша, это Анатоль Франц. Мгновенно, не думаю. Я открыл, увидел, что есть. И сделал сноск. Вторая была примерно такая же, когда Жарковидович созвался на термин Канта «целеполагание». Я опять перечитал всего Канта, этот термин не нашел, но это переводы. Я стал общаться с германистами, потом вышел на специалистов по Канту, которые его читали на немецком, все вместе мы стали искать, не нашли. Вернее, нашли там что-то близкое, цель, попытка поиска цели. Я снова позвонил Станиславу Бимовичу Джимвинову, и говорю, Станислав Бимович, может, у вас есть какой-то главный специалист по Канту? Он говорит, Саша, какая проблема? Я говорю, ну вот термин «целеполагание». И он говорит, там какой-то труд, страница такая-то. Я открываю и вижу этот термин. Он такой был феноменальный человек. Вот несколько его подсказок на уровне сносок мне помогли там не запутаться вот в этой творческой свободе «Жарка». А с другой стороны, его было чрезвычайно радостно переводить, потому что действительно это была очень свежая, яркая мысль. Он очень ярко пишет, много афоризмов, которые переводить сложно, но интересно. Ну, я из его перевода, все-таки это проза, и как бы мысль не улавливается. Ну, просто какой-то маленький фрагмент, чтобы было понятно, что это, какого рода этот текст. Следовательно, когда Лютер опубликовал призыв христианским рыцарям немецкой национальности в 1520 год, было уже поздно. Исчезло сознание, которое делает человека рыцарем. Трагедийное сознание. А исчезло оно потому, что уже до него исчезло сознание литургийное, которое не только возрождает и возвышает трагедийное сознание, но и рыцаря преображает христианского воина. Трагедийное сознание еще со времен Фомы Аквинска, а затем и Макеавелли, и Декарта, Спиноза, Гоббса и так далее. Мне вот всегда очень у него нравилось это «и так далее». То есть он так вывалит 5-10 имен, которые надо тоже знать, переводчику. И так далее. Вот сидит, думает, что там, кто там далее после Гоббса. А в таком обличье общее возможно лишь как негация индивидуальности. Лютер этого не сознавал. Но Гегелевская мысль, 1820 год, три столетия спустя, выражает уже и сознание того, что призыв Лютера запоздал и превзойден. Общность или особенность, из которой Гегель выводит свое государство, с правом, как абсолютным правом, такого государства, необходимы не рыцари, но офицеры. Но то, что Гегель смог увидеть тремя столетиями позднее, видели серванты с Дон Кихоти или эль-грека в печальных лицах испанских рыцарей, которых обучили надевать офицерскую униформу. Ведь больше вес, чем те, сегодня уже одеты в униформы, деградировавшие государственных офицеров, рыцарей, имеют даже придворные карлики. Интеллигентные ровно насколько, насколько им это требуется, чтобы понять свою роль придворной игрушки или куклы. Ну вот, замечательный такой, да, мне кажется, ауфоризм. Придворный карлик интеллигентный настолько, чтобы понять свою роль придворной куклы. В этой своей роли они становятся образцом требуемого придворного поведения. Гулливер Джонатана Сфифта не случайно пребывал в стране карликов. Абсолютизм и культура барокко положили конец рыцарству. И Дон Кихот умирает в запрошенном вселении, только перед самой смертью, осознавая свою ненужность. Трагедия, следовательно, невозможна, как осуществление рыцарства и героизма, но возможно только при сознании излишности рыцарства в новое время. Ну то есть вот, я хочу сказать, это какой-то маленький фрагмент, но вот весь этот текст, он абсолютно новый по мысли был. Вот все, что здесь пишется, и каждый автор, которого касается, совершенно какой-то другой, и очень необычный ракурс. И живописцы, и философы. И совершенно удивительно была вот смелость Жарковидовича, которую просто спокойно пишет. Аристотель не прав, Ницше ошибается. Хайдеггер далек от метафизики и доказывает. Он мне подарил еще несколько книг, с моей точки зрения, не менее интересных, которые, к сожалению, я не стал переводить, хотя я их сам читал, и иногда читаю сейчас, потому что на них не нашлось заказчика. Одна из них, это книга «Опыты о метафизике». И это совершенно блестящий, очень глубокий, такой философский анализ западной метафизики с позиции святоотеческого богословия. С блестящим знанием текста, а жарко знает все европейские, знал все европейские языки и древние языки. Это вот такая толстая, очень яркая, интересная книга, где он вступает в спор, западная метафизика, там условно от Канта и до Хайдегера. Она не переведена, ну, Бог даст когда-нибудь. Такое у нас есть тоже славянская жемчужина. Вторая его книга «Теологические опыты», богословские. Она вообще уникальна, потому что он мне эту книгу подарил, свой экземпляр, со своими комментариями, с носками, такой рабочий. И это тоже удивительный книг. То есть, это один из таких очень ярких сербских философов. Он недавно умер, к сожалению, наследника у него не осталось, и в этом смысле авторского права тоже нет. Вот странным образом, тот перевод, который я сделал, он принадлежит мне. Даже не потому, что я этого хочу, а потому что некому на них определить. Вот. Второй автор, которого я переводил, он стал сейчас достаточно известен. Это Влада Таиротич. Вот как раз такой лидер белградской этой группы. Тоже человек чрезвычайно интересный, уникальный по-своему. И вот в нашей культуре, к сожалению, я таких не знаю. Влада Таиротич одновременно клинический психиатр с колоссальным опытом работы психиатрии, то есть у него есть медицинское образование, богослов, у него богословское образование, философ, у него философское образование. И вот все эти три часто друг другу противоречащие ипостаси у него сливаются в одной. Поэтому его книги невероятно интересны. Когда я с ним познакомился, с его творчеством в Белграде тоже, я стал об этом всем рассказывать. И вот когда-то в России я рассказал об этом нескольким батюшкам и помню, как один из них говорит, я вас благословляю, вы обязаны его перевести, потому что для нас чрезвычайно важно, вот для священников, ежедневном опыте, исповеди, общения с людьми, разделение, где человек, приходящий к нам, реально психически болен, и мы его должны действительно просто к врачу отправлять, а где это какая-то духовная прелесть или какое-то повреждение, касающееся нашей сферы, то есть духовной и психологической. Мы не знаем, у нас нету таких книг, и таких книг действительно очень мало, а эта проблема действительно чрезвычайно важна, потому что церковь, для церковного человека это очень понятно, часто привлекают людей неуравновешенных, и действительно на грани таком балансе между здоровым и нездоровым и поведением, и представлением о жизни. Вот здесь, конечно, для священника очень сложно эту дифференциацию проводить. И поэтому я, преподавая в том же Библейско-Богословском институте, прожужжал уши всем, что вот есть такой великий человек, у него совершенно гениальная книга «Психологическое и религиозное бытие человека». И неожиданно ректор сказал мне, что вот Сорос, перед тем, как его изгнали из Советского Союза, или, я не помню, его изгнали, по-моему, уже в Перестройку, ну, от начала 90-х, то ли уже после, ну, в общем, главное, что его изгнали. И вот его последний жест был, у него был фон здесь, как все помнят, был следующий, он вдруг выделил какие-то деньги на перевод славянских авторов. И, подробнее говорит, срочно надо вписываться и делать заявку. Я вот сделал заявку на врага России, Соросов, фонд Соросов, вот, и неожиданно он дал деньги на этот перевод. И на издание, главное. Перевод-то он копейки стоил, мой труд, но само издание, вот. И было, я сделал перевод совершенно как-то феноменально быстро, потому что были невероятно жесткие сроки. Меньше двух месяцев у меня ушло на перевод очень сложной книги, в которой было очень много психиатрических, психологических терминов. Мне пришлось прочитать полностью Фрейда, Юнга, Артлера, Клейн, там, Франкла и очень много всего. Ну, слава Богу, что я быстро читаю. То есть, меня только это спасло. Потому что колоссальный аппарат, терминологию пришлось изучать. Я обнаружил, что, например, у нас не устоявшаяся в психиатрии терминология. Очень был смешной момент, касающийся моей судьбы, потому что один из немногих авторов у нас, который работает вот на уровне европейских стандартов психиатрии, был такой профессор Блейхер, автор знаменитой книги «Акцентуированная личность». И дело в том, что я с этим профессором столкнулся в своей жизни в совершенно чудной ситуации. Столкнулся дважды. Первый раз я с ним столкнулся, когда заканчивал школу и не хотел никуда поступать. И мне все прожужжали уши, что как только я закончу школу, меня возьмут в армию. Был 79-й год, начался Афганистан. Ну, естественно, куда могли бы меня взять. Афганистан я не хотел еще больше, чем куда-либо поступать, но на всякий случай я решил подстраховаться. И моя мама, она была врачом хорошим, нашла знакомых, а те нашли вот этого профессора Блейхера, который принимал психиатрической литебницы Кирилловской, там, где Врубель расписывал церковь Кирилловской знаменитой. Врубель. В Киеве, конечно. Да, это все в Киеве происходило. Я к нему пришел, пришел очрезвычайно мрачный, я зашел в кабинет с таким лицом, что он мне сразу поставил диагноз. И когда я вышел, он вызвал мою маму, говорит, что вы, ваш сын, вы понимаете, в каком он состоянии, срочно его надо лечить. А я вышел и тут же начал во дворе что-то плясать, веселиться. У меня там друзья ждали, какие-то они. И мама выходит, говорит, ты что, тут может это кто-нибудь увидит. В общем, получилось, что от армии мне откосил, как это называется, хотя там много еще было приключений. А потом, когда прошел срок какой-то, я уже закончил аспирантуру в Литинституте, и надо было ехать куда-то за границу. А у меня в паспорте штамп стоит, что я негоден к нестроевой военное время. Мне даже лопату не могут доверить. Даже время войны. Ну, я решил, что все-таки негоже это. Я прихожу в военкомат и говорю, что вы знаете, я выздоровел. Ну, как только мне 28 лет исполнилось мой армейский, прошу отменить диагноз. А мне говорят, этот диагноз не отменяется, этот диагноз на всю жизнь. Я говорю, ну, ведь бывают чудеса. В общем, я долго их мучил, они меня послали здесь, в Москве, в психиатрическую лечебницу. Они говорят, нет, мы не можем, такой диагноз не отменяется, его отменить может только тот, кто вам его ставил. Профессор Блейхер, он великий, там, у нас главный учитель в этой области. Я поехал в Киев, пришел к Кирилловскому, нашел профессора, я говорю, профессор, такая ситуация, у меня уже все окей, в общем, снимайте диагноз. Он говорит, ну, мы не можем такой диагноз, он врожденный до конца жизни. Я говорю, ну, вы знаете, ведь бывает же, там, в общем, долго ему рассказывал, какие-то примеры приводил. Он говорит, ну, ладно. И меня, значит, на комиссию, которую вот этот Блейхер возглавлял, привели, показывали какие-то картинки, задавали какие-то вопросы, там, какие-то энцефалограммы. Потом я захожу, и уже Блейхер сидит страшно мрачным лицом, вот когда я к нему входил, теперь он смотрит на меня печально, говорит, ну, молодой человек, скажите, как вам удалось всех нас обмануть? Ну, у вас, конечно, ничего нет, вы совершенно здоровы, мы там диагноз снимаем. Как вам меня, прожженного, значит, удалось? И начал обо мне расспрашивать. Я ему как раз рассказал, что вот я там Литинстуд закончил, казалось, что его дочь там училась. Ну, в общем, каких-то общих знакомых нашли, потом рассказал, что уехал в Америку, там, жил какое-то время, получил грант колумбийского. И то он снова начал мрачнеть. И говорит, а что вы сейчас делаете здесь, в Киеве, психиатрической лечебнице? Я говорю, ну, я вернулся из Америки, вот хочу там преподавать, то все, а мне надо, чтобы диагноза этого не было. Он у меня говорит, знаете, может, все-таки вы больны, если вы вернулись из Америки. Вот, вот так я общался с профессором Блейхером, да, я тогда еще не знал, что потом вот этот опыт пригодится в переводе книги. Значит, вот книга, вот это издание, которое у меня, оно уникально. Почему? Вообще, редкий случай, что эта книга в моем переводе трижды переиздавалась, вот кроме этого издания. Это редчайшая, когда нонфикшн, имеет несколько переизданий. Она действительно очень быстро расходилась, потому что на самом деле она имеет совершенно практическое значение. Но вот это, это первое издание, которое я делал с руководством института быстро, чтобы успеть вот эти освоить деньги, оно было левым. В том смысле, что мы даже не успели попросить у Еротича право на издание авторское. А он, в отличие от Жарко Видовича, очень тщательно следил за этим. И когда эта книга вышла, мне из Белграда пришло место спасибо, что я первый перевел в русской, значит, культуре Еротича, пришла угроза суда. Вот. Ну, было бы смешно, если меня заснуло. В общем, это удалось потом Библейско-Богословскому институту. регулировать, они заключили договор и уже начали официально выходить вот эти издания в твердой обложке. Их вышло целых три, повторяю. А это оно осталось в таком качестве. Вот у меня, я не знаю вообще, есть ли оно где-то еще такое вот еще в мягкой обложке. Я просто отсюда прочитаю содержание. Состоит из нескольких частей теории и практика психотерапии, культурологический тип психотерапии и человек между психологией и религией. И вот в этой книге есть несколько глав, которые, скажем, мне лично помогли. Вот, например, глава «Кризис художника», который Еротич исследует, причем именно как психиатр, биографии целого ряда известных писателей, художников. Ну, естественно, Ван Гог, Кавка, Гоголь, вот эти персонажи, Гессы, ну, те, кто так или иначе напрямую связывались с психоанализом или такой плодотворный материал представляют. И очень интересно и глубоко анализируя личность художника, выделяет в художнике вот такой механизм деструкции, потому что художнику для того, чтобы создавать какое-то произведение, всегда необходимо что-то разрушить. То есть это в самом даре находится. И поэтому художник всегда пребывает в такой пограничной ситуации. Он никогда не может до конца как творческая личность быть доволен тем миром, который вокруг него. И не потому, что он там мипохондрик, и это совсем не касается даже каких-то его психических нарушений, а потому что такова природа творчества. В ней есть вот этот элемент деструкции. Но что важно, что дальше Еротич находит какие-то важные элементы для поведенческого какого-то типа художника. Как можно этому противостоять или как можно вот эти вот деструктивные начала в себе не заглаживать, их загладить нельзя, а принимать и притворять какую-то часть такого вот уже конструктивного отношения к миру. и поэтому эта книга очень интересна для самых разных людей, вот и тех, кто пишет, и тех, кто, скажем, занимается молодежью. Например, там есть глава «Потребность в идентификации и противодействии авторитету в процессе психотерапии молодежи». Ну, я 27 лет преподаю в школе, постоянно общаюсь с молодежью, слава Богу, не как психиатр, исключительно как учитель, ну, вот из этой книжки я понял, что, ну, собственно, я это понял и сам, когда мне было 16 лет, что молодым жить тяжело. То есть, ну, правда, не только молодым, но это я уже позже понял. Вот. И очень интересная глава «Понятие индивидуума и личности у юнга и в православной святоотеческой традиции». Ну, ни для кого не секрет, что православная культура часто враждебно относится не только к психоанализу, к психиатрии, а вообще достаточно враждебно относится вот ко всему этому корпусу модерна, всего, что в 20 веке. В каком-то смысле может и правильно, потому что модерн весь по своей природе исходит из того, что человеческая личность расщеплена и мир тоже не целостен. Христианское сознание исходит ровно из обратного, что человеческая личность целостна и мир, во всяком случае мир Бога сданный, это мир целостный. Конечно, тут конфликт есть. Но конфликт можно преодолевать как пинками, а можно глубинно, понимая логику того, с кем ты не согласен, там видеть рациональное зерно. Оно есть и у Фрейда, и у Юнга, оно есть и у Делеза, и у Хайдегера. И вот удивительно, что вот сербская культура в этом смысле, как такая европейская настоящая, в отличие от нашей, совершенно спокойно оперирует вот всем этим корпусом европейского модерна. Это здорово, мне это всегда очень нравилось, и поэтому книга Еротича для меня тоже была чрезвычайно интересна. Вот когда я ее перевел, и она стала распространяться, ко мне вдруг уже неожиданно поступил заказ из издательства Московской Патриархии. учебник для Духовной Академии по пастырскому богословию. И я перевел книгу «Христианство и психологические проблемы человека». Она издана была уже издательством Московской Патриархии. Когда я начал переводить эту книгу, главный вопрос, который мне задавали заказчики, был следующий. Александр Юрьевич, как вы думаете, а вот наши православные поймут? Я говорю, ну почему, если сербские понимают, наши не поймут, что наши глупецы? А Александр Юрьевич, а вот наши студенты в Духовной Академии поймут? И я говорю, ну а собственно, они для чего студенты в Духовной Академии? Чтобы учиться понимать, если не понимают? Поэтому если там есть какие-то проблемы сложные, так это же наоборот и есть. Ну в общем опыт был такой немножко странный, но книга переведена, она тиражом для таких книг, давно уже разошлась. И мне тоже есть очень важные, полезные, а не только интересные какие-то советы по работе, например, с проблемами, там опять, вот детства, проблемами старости, проблемами такого религиозного минимализма и максимализма. И эта книга тоже вот переводилась. Кроме этого, я перевел несколько статей моего близкого друга, такого академика Елышича, это современный, чрезвычайно интересный философ, который филолог, который тоже входит в эту Белградскую школу вместе с Еротичем, это вот такая группа сербских европейских интеллектуалов, а при этом православных христиан. Вот она в этом смысле очень интересна. Я перевел его несколько работ по иконописи, по филологии, ну, они публиковали, а по Агоголи у него очень интересная была работа, они есть в интернет-пространстве и в каких-то научных журналах. Это вот, если говорить о прозе сербской. Вот. Все время я мечтал перевести Негаша, это величайший Петр Негаш, сербский поэт, гениальный совершенно, один из крупнейших славянских поэтов, но как-то вот я понимаю, что этот перевод это несколько лет жизни, и боюсь к нему приступить. «Лучи микрокосмы», вот такая поэма, она невероятно сложна во всех смыслах и техническом, потому что там такой сербский средневековый стих, который надо придумывать даже какую-то схему, это не селабика, не селаботоника и не тоника, это очень такой специфический, как средневековые сербские песни о юнаках, юнак это рыцарь по-сербски, вот таким же написано это размером специфически, но она чрезвычайно сложна в философском смысле и христианском, негаш это современник Пушкина, если для тех, кто не знает, Мицкевича, в общем, эта фигура равновеликая, у нас, к сожалению, малоизвестная, те переводы на русский, которые есть, они, ну, с моей точки зрения, хороши, как познавательные, но его глубины не передают, я думаю, что это впереди, если кто-нибудь переведет, не знаю, я не уверен, боюсь в это влазить, и кроме этого я перевел, если говорить о поэзии, то, как ни странно, всего одно стихотворение сербского, перевел его только потому, что меня конкретно автор попросил, так получилось, что очень много современной сербской поэзии это верлибры, которые я читаю с удовольствием, переводить мне их неинтересно, совершенно, хотя это, наверное, сложно, но вот не знаю, как, это стихотворение я прочитаю, я перевел, почему, потому что автор, который попросил у меня сделать этот перевод, перевел много моих стихов на сербский язык, и мне было сложно ему отказать, я очень долго отнекивался, я говорил, что мне сложно переводить стихи, это правда, стихи вообще нельзя переводить, тоже правда, любой перевод хуже оригинального, потому что я ему все это говорил, говорил, объяснял, что даже если великий переводчик, все равно это хуже, лучше пусть все изучают русские читатели, сербские, но он не отставал, и в общем, я вынужден был этот перевод сделать, вот, ну и сделал я его вот еще по какой причине, почему все-таки, потому что это стихотворение посвящено Радовану Караджичу, Радован Караджич, как вы знаете, приговорен международным трибуналом к пожизненному заключению за геноцид, ну, война, война в Боснии, знаете, Герцеговине, там участвовало три стороны, но арестован был только представитель сербской и он был объявлен вот преступником, с моей точки зрения это, ну, категорически неправильно, во всех смыслах, правовом и политическом и гуманитарном, потому что если идет война, то, причем война этническая, религиозная, то в ней виноваты все, ну, как минимум, просто вот с некоторой такой позиции логики, поэтому либо надо судить всех, ну, либо тогда не судить и, я не знаю, каким-то образом там находить способ закрывать глаза, как это часто делается в Европе, когда им не нравится что-либо из того, что они вписывают своих картину в мир, они просто делают вид, что этого нет, вот нет и все. Поэтому я это стихотворение перевел, не журих тий удоба она, катсуте героям звали, алсадмек тебе церквсина звона позива, ярсмо пали, пронесе то мала земля сирбске, у увек бушном чепу, да се не распне, да очверсне, заблагоданску окрепу, на радость свакой пропалици, на угод во время во время герой чужого взора, теперь зову церковным звоном разбужен дни позора, в худом кармане персть землицы ты сохранил, чтоб снова спаялись сербские крупицы в тверь подвига благого, в угоду подлости отпетой для услаждения сброда из раза в раз душа поэта взрастает крик народа все громче волхулы звучащий а мы в поражениях зреем нас мойры слышат и все чаще с тобой наедине ну вот это стихотворение замечательного сербского поэта владимира ягличича который переводит кстати много современных русских поэтов и это говорит вот о том что русская поэзия в европе интересно многим читателям во всяком случае в сербии спасибо так значит перейдем болгарской значит что касается болгарской поэзии опять таки языка болгарский язык я учил тоже живя в Болгарии у меня мой однокурсник и в одной со мной мастерской поэтической был такой один из самых известных и ярких современных болгарских поэтов Бой Коломбовский мы с ним чрезвычайно дружили да и сейчас хотя почти уже не видимся он редко здесь бывает проездом на выставках книжных и обычно уже когда здесь бывает он успевает выпить только с главными редакторами и хозяевами издателей а так сказать до простых людей уже он не успевает потому что надо лететь обратно вот я переводил его в институтские годы и к сожалению вот копался несколько дней никаких переводов его не мог найти ни его ни еще вот с украинского моего замечательного друга поэта Ивана Андрощука к сожалению они где-то есть но вот не удалось мне но зато вот уже последнюю секунду отчаявшись я обнаружил журнал или альманах слово вот я его даже покажу потому что это было первое неподцензурное советское издание официально разрешенное в 86-м году я лично его пробивал главлите полгода это занимало для того чтобы студенты лет института могли издать свой самиздатовский по сути номер и в нем было много людей которые впоследствии ну не классиками но чрезвычайно известны вот здесь впервые были опубликованы Леонид Костюков Наталья Лясковская Бойко Ломбовский Максимова Миломед Степанцов знаете это такой сейчас известный лидер группы Бахыт Компот раньше он был лидером куртуазных маньеристов была такая группа ну а в то время это был такой очень скромный студент из Рязани элит института и здесь я неожиданно обнаружил два моих перевода Бойко Ломбовского вот я их сейчас прочитаю вернее один даже я фрагментик на болгарском который у меня еще хуже потому что я последний раз произносил болгарские слова лет 25 назад вот ну болгар здесь нету ну тогда мне нечего бояться и злиняла играчка фалшив и полявочский звяр асэм ребусна медр зашчатое простое страшно да разбиешь капака в сандыки кедыто сыпар но доката тиняма понякога гледам ключал ката и настрыхва внезапно и пылзва покожата ток сяка сяка шмалками трябва сяка штолкова толкова малка и не стыгнет до тебе скрасив заплештетин скок ну вот фрагмент я понимаю что вы ничего не понимаете поэтому не буду длить муку и прочитаю уже мой перевод бой коломбовский в гармоническом саду твоей жизни все чинно но знаешь нереальней пылинки нелепей травинки в руке на глаза появляюсь как плюшевый львенок родная обнаруженный вдруг в позабытом тобой сундуке и поэтому так ненасытно ко мне приникаешь чтобы тотчас забыть отшвырнуть и уже не глядишь над прической колдуя дрожишь и меня забывая гармонической тропинкой к мужу и дочке спешишь нет огня для тебя нет желания ярости в ржавом в сундуке я покоюсь как будто в игрушечный ларь я проник в твое царство и чтоб не разрушить державу царь зверей бутафорских я стал полинявший бунтарь но пока тебя нет я смотрю на замок и тотчас же шерсть встает на загривке а в горле рычание ком так немного мне нужно чтоб вырвать желание жажду чтоб настигнуть тебя угрожающим гибким прыжком так дразните же льва даже эту полинявшую куклу посаженную под замок все мы бога осколки взорвавшего мозг свой воспетый чтоб яйцо расколоть где он был совершенен как бог все мы вспыхнет над шаром тяжелым железом и солью ностальгия острее чем самая острая боль это слышишь игрушки все рушат и рвутся на волю это чувствуешь люди выходят на смерть и любовь и второе его стихотворение вернее это вторая часть диптиха но мы смотрим на звезды на хрип но хриплые ржавые гвозди безнадежно молчат крестовину небес расщепив как трясущийся трезвенек сок выжимает из гроздев на небесном перу пьем запретные вина любви моя дальняя я еще не был ни разу собою за чужой улыбкой честней и спокойней грешить жизнь хотел я устлать золотою твоей чешуею и в холодное море обратно тебя отпустить так я раньше но слизь расползается скользко и блещет перламутровый пол над полетом утеряна власть набухает паркет изменяя надежные вещи и тряси на ковер раскрывает зеленую пасть а в глазах твоих крик он становится громче в глубинах твоей памяти я задыхаюсь как грудь набегу твою первую жизнь не разрушить и знаю повинный что вину твою взять на себя никогда не смогу что ж осталось с разлету блажение объевшейся мухи бросить тело на пол на паркетную склизкую жизнь или дай мне свободу свободу хотя бы на муки для небесных распятий свободные руки нужны это вот замечательный болгарский поэт бойко ламбовский ну украинская поэзия здесь поскольку для меня это язык родной то я в общем с первого класса слышал украинскую речь изучал в школе литературу и в школе уже как ни странно даже начал переводить украинских поэтов я перевел Тараса Шевченко перевел Ивана Франко перевел Леси Украинки все это тщательно прятал от всех от родителей друзей учителей в общем никто не знал по украинскому языку у меня было твердое 3 с минусом по литературе 2 с плюсом может наоборот но в общем примерно вот в этом регистре я учился ну то есть я не учился в этом смысле поэтому у меня честная была оценка а наш преподаватель Ирина Ивановна она ну как-то она меня уже отнесла к таким пропащим для украинской культуры людям и ну там на троечку чтобы два мне не портить жизнь она хотела мне в аттестате поставить был у нас на Украине экзамен по украинской литературе так же как по-русски поскольку я честно ничего не делал то я пришел к экзамену ничего не зная вернее я что-то прочитал но совсем не то там надо было читать например Владимир Сосюра стихотворение Ленин Павло Тичина стихотворение Ленин и третий был классик какой-то я уже забыл Михаила Погребельный стихотворение Ленин тоже они там между собой состязались у кого этот Ленин как бы больше сделал для вселенной я конечно не хотел этого ничего активно ну и тройка я был гарантирован я просто сел достал свои переводы и думаю а что если мы проведем эксперимент и она Инна Ивановна меня вызывает и говорит ну что за коренком будь ласка что у вас там не чуй левицкий хиба ревуть воли как яслі повні ну такой роман был я говорю Инна Ивановна ну чому-то вы все не чуй левицкий франко то ж все у минулому мы ж повинні дивиться в майбутне вы понимаете что я говорю да майбутне это будущее давайте я трошечки вам зараз почитаю переклады классики зробленных одним сучасным перекладачем я имел виду себя она говорит ну ладно я начинаю читать переводы она говорит ой я гарно ой я не знала ой я шевченко франко кто что переклада я говорю я она очень долго молчала говорит как я говорю ну вот так а давно я говорю ну года два-три а почему вы мне этого никогда не говорили а где ваши переводы на экзамене разговор такой ну там устный я говорю вот дает ой у вас тут целая тетрадь и как то очень огорчилась говорит вы на вы на мне так не доверяли в общем не показывали но я говорю ну видите там пубертатный период бунт подростка все нормально я ушел и потом нас вызывает и захожу закуренко украинская литература пять я обалдела потом она просто со мной подружила стала приглашать себе я читал свои стихи оказалась удивительно душевная хорошая женщина как часто в школе мы не видим загрозным обликом учителя его человеческой сущности этого был такой момент когда я понял что надо как-то миру открываться а не ежиком быть вот но я не буду эти конечно читать школьные переводы помню только сейчас финал франко сейчас и пусть то сердце что в печали что-то там страдания грея пускай поймет оно однажды то чувство утоления жажды желанный и немного страшный грех я читал это 16 лет на экзамене в советской школе это конечно грех особо так сказать было сильно звучало вокруг висели эти классики украинской литературы которые про Ленина писали вот но мне повезло в моей жизни опять благодаря Джимбинову однажды я я шел был на улице Пушкинской знаменитый пивной бар ладья а рядом была диетическая столовая и вот мы студенты ходили в ладью а Станислав Бимов Джимбинов ходил в диетическую столовую вот и вот я как раз был редкий случай когда я зашел в диетическую столовую и вижу в очереди стоит Станислав Бимов Джимбинов а Саша здравствуйте я стал рядом и он начал меня расспрашивать а что я там на Украине делал кого я читал потом говорит у вас же вот есть совершенно гениальный поэт Василь Стус просто гениальный уровень там Бродского Тарковского ну в общем просто Мандельштама я говорю да я не первый раз о нем слышу он очень удивился говорит ну что вы ну это просто стыдно для вас тем более в Киеве он и и он мне дал какие-то координаты я приехал в Киев в общем я познакомился с сыном Стуса Стус в это время сидел в лагере был абсолютно категорически запрещен за него сажали за его стихи сидел он уже второй раз там он в лагере кстати и погиб но я познакомился с его сыном Димом Стус он тогда учился еще в школе и Дима дал мне стихи переписанные им от руки отец ему из лагеря прямо из тюрьмы в письмах писал стихи естественно это не могло быть опубликовано и Дима переписывал у меня эта книжечка сохранилась это конечно вот такой совершенно потрясающий культурный артефакт слово грубо я не знаю можно сказать что это просто потрясающее свидетельство вот о этой жуткой жизни в Советском Союзе когда сын вынужден стихи своего отца из лагеря переписывать книжку записную в единственном экземпляре и он мне их доверил я вот не знаю как там мы с ним но он поверил мне теоретически я мог быть и стукачом кем угодно и вот когда я стал читать стихи стулс вот в этих еще без какой-либо они не были даже не напечатаны понятно что вариативность еще не было отсмотрено ничего сейчас там собрание диссертации о нем колоссальная библиография это был 86 год то я понял что вот во первых это оказалось невероятно сродно мне и поэтому это вот единственный раз в моей жизни когда я переводил стихи просто потому что ну это было мне лично нужно и вот я перевел большой корпус стихотворения стуса вот с того же времени и возможно я был один из первых переводчиков и один из первых публикаторов во всяком случае вот библиография там указана среди первых публикаций стуса на русском языке вот такой замечательный журнал грани ну за который тоже в советское время сажали он выходил в мюнхене его издавала нтс это была запрещена у нас в советской стране антисоветская организация но вышел он уже когда журнал грани был разрешен ничего страшного не было в этом уже вот и стуса я перевел много стихотворений и я несколько из них сейчас вам прочитаю тогда да надо сказать что переводы стуса невероятно интересны поэтическом смысле потому что стус это поэт который поднимает очень редкие пласты речи есть слова у него в его стихотворениях которые не знают даже украинские академики это мне сын Дима говорил и было несколько таких слов которые приходилось искать по каким-то чрезвычайно редким специальным словарям скажем древнерусское ну там где язык в общем общий был да от каких-то церковно-славянских корней откалываться отталкиваться это было невероятно интересно вот это погружение в архаику а рядом например галлицизмы а рядом современная лексика то есть поэт который сталкивает очень разные пласты второе очень такое свойство стуса он невероятно такой протеичный гибкий поэт у него вот нету какого скажем вот бродский начинает писать ямп анжамман и пошло километры поздний бродский конечно разный стус поэт который в каждом стихотворении совершенно новый жанр подбирает вот только ты привыкаешь к этому стусу и вдруг бац он совершенно другой то трагичный то гармоничный то политичный то политичный то метафизичный это тоже очень интересно и для переводчика такая сложная задача находить всякий раз какое-то аналогичное звучание и очень важно что стус в украинском языке один из самых таких фонетически сложных поэтов украинский язык чрезвычайно мелодичен сам по себе это понятно но стус очень часто как-то сталкивает слова и вот эта задача попробовать найти аналог русской она непростая хотя язык вроде очень близок поэтому для меня переводы стуса растянулись на много лет и некоторые из них некоторые стихотворения переводил по несколько лет пока не находил вот окончательно у меня было стихотворение которым я аналог слова стусовского искал больше года у меня целая тетрадь была исписана синонимами морфемами не мог я подобрать слово которое бы с моей точки зрения соответствовало варианту стуса вот вот это в гранях называлось страсти по отчизне это было к десятилетию смерти стуса и дожнив не дожил зелень жито не жал даже не долюбил и не жил и не жаль как коротенько трены Николая Григорьевича Чернышевского ну напомню трены или френы это жанр восходящий к античному надгробному плачу скажем два четвертой песни Ильяды над телом Гектора троянцы исполняет вот один из таких первых нам известных тренов народу моему когда простится тебе предсмертный крик и тяжесть слез расстрелянных замученных убитых по Соловкам Сибири Магаданом держава полусолнца полутьмы ты в чады тлень я винчена откуда тебя непокаянный трусит грех и размочает дух укор сомнений сходи с ума над бездной балансируй загромождай в саму себя дороги всемирный грешник ты его узнала свет за глаза тебя не убежит безумие порыва в ритм в рвань все перелет из пекла прямо в рай и надвисание в смерть и эта жажда растлителя весь белый свет растлите все толочь толочь избитую жертву чтобы прощения вырвать за свои нечеловечье зверства это слишком означено на душах и хребтах но слезы те испепелят тебя и лютый схлип завихрится стажало по всей земле и ты тогда поймешь как вновь цветет уничтожимость рода своей кончины собственник судьба все чувствует все знает ничего не позабудет не простит ни горсти ну я все вот еще четыре ветра полощут душу в кувшине синем стеблина яра в воронке гнева свет заверюха чернит безумья шатай воды хвост помела прильнул к колчану и небокрай вороноконный прихорошился дурман сирени во тьму и крики слова и кровь новогородцы новогородцы загородила дорогу плетью в кувшине синем стеблина яра как белый бисер холодный пот о белый свет столь черта главы а притча притчнин куда податься расхристан гривою вороною путь небокрая крыдай реке ну это большой цикл я прочитал два фрагмента вот стихотворение которое мне Дима говорил что он очень у отца не любит это стихотворение было написано накануне первого разъезда ареста стуса во Львове я как раз поскольку родился во Львове конечно ну понятно как сын мог относиться вот к этому моменту биографии его отца но я все-таки с других позиций подходил и вот это стихотворение мне показалось у него одними самых ну для меня таких важных уже тогда уже тогда когда на дне древесном ты жадно пил из прикарпатской туги последний раз из леса причащаясь про вековой чужбинный застекленный чтоб в глубь не пропустить уже тогда когда коснувшись круче торопливой цеплялся немевшими руками за ветви скользкие уже тогда шаги сбивались в хаосе коренья и дрожь колючая пронзала икры и сердце медлило уже тогда как вечер виденья одиночество лелеял среди видений фееричных бестий убрала мгла тягучие огни и в желтых колбах памяти сокрыла беда в твой след за следом в след ступала и впереди маячила молва когда разъятый ликами воров шлюх пьяниц блудников всех земляков с дрожащими и мокрыми губами грешащий без греха забытый город потел и трясся не в пример трясине под перешепт бездушных трепячей желавших угодите всем и вся каким дохнуло холодом мне в душу здесь в чужедальной водщине в краю где раньше все звучало сердцем сердца а слезы крови горизонт рядили уже тогда когда родные с детства простые грешные честнее правды лица вдруг двинулись заголосили разом над головой многоголосой детской коляды ты все предвидел и тогда по Львову неузнанным спешил судьбу приблизить ах вот он вот он вот он ближе встречи миг расставания уже тогда когда заждавшись сладких обещаний тебя выглядывали сонмы лиц из клиник а векопамятный напев плотиной вставал торжественно на голоса трамваев и пешеходов я прозрел все это одно неизреченное прощание с отчизною землею жизнью всей ну вот еще одно стихотворение посвященное его жене которую вот он 15 лет из-за двух сроков ну чуть меньше не видел и тоже писал из заточения ты тут ты тут прозрачней чем свеча так тонко так пронзительно мерцаешь оборванную щедростью пронзаешь рыданием из-за хрупкого плеча ты тут ты тут как в долгожданном сне платок касаясь пальцами тревожишь и взглядами движением пригожей и пылкой гостей входишь в мир ко мне и вмиг река стремительно как бы из глубины провековой разлуки поток ревет ломая волнам руки вдоль берегов стоющих на дыбы пусть память вспыхнет ливнем или грозой причистая святошинского взором не отводи не устремляйся в город унылых улиц площадей постой ты ж вырвалась ты двинулась столь дождь столь горный сель медлительно движение материка внезапный сдвиг и дленья и вечный страх и рук немая дрожь идешь тоннелем долгим дальше в ил ночной порошу снеговерть метели набухли губы солью побелели прощай не возвращайся хлынул вниз зеленый свет звезда благовествует о встречах неземных в ночи дрожит и плачет яр сыночек мой скажи пусть без меня родная довекует прощай не возвращайся возвернись сегодня на рассвете мне звезда свой свет внесла в окно и благодать такая легкая легла на душу смиренную и наконец я понял что та звезда лишь сколок общей боли пронзенной вечностью как некогда огнем что именно она пророчится пути креста и доли материнства знак до неба вознесенный от земли на меру справедливости прощает тебе мгновенья гнева не дает блаженства веры что в конце вселенной твой зов туск не ищи услышан и отмечен сочувствие желанием затаенным поскольку жить не приручать границы а приучаться быть самим собой исполненным лишь мать умеет жить и свет распространять вокруг как звезды ну и вот стихотворение ну я его очень устусы люблю на лысой горе догоранья ночного огня осенние листья на лысой горе догорают а я позабыл где гора-то и больше не знаю узнает горали меня пора вечеренья и тонко гортанных разлук я больше не знаю не знаю не знаю я жив или умер а может живьем умираю но все отгремело угасло замокло вокруг а ты словно ласточка над безголовьем летишь над нашим над общим над горьким земным безголовьем прости я случайно прорвалась растерянность кровью когда бы ты знала о как до сих пор ты болишь как пахнут по-прежнему скорбью ладони твои и все еще пахнут соленые горькие губы и тень твоя тень словно ласточка вьется над срубом и глухо как влага в аортах грохочут вокруг соловьи ну вот такой гениальный поэт тоже славянский ну я могу еще стуса почитать я не знаю как у нас со временем вы следите сколько у нас есть давайте еще что-то из стуса и немножечко своего но это тоже цикл я только одно стихотворение прочитаю лета вы за шеломами досель прощаясь молодость там вспыхнуло внезапно как сердцевина сердца и как цель что неминуемо и не охватно уже вы за шеломами исте дубровы что чужбиною покрылись взглянув вперед вас на воздусьях те что птиц зловещие уносят крылья они то ль пот то ль надо мной сверкнут уже понять не хватит мне запало как в полынью я в прошлое нырну бывай любовь что прежде мне сверкала когда меня с тех самых ранних лет взлет вверх вознес круша мои коренья утраты молвили что ты поэт пусть без благословенного горенья но молвили утраты встань горой за веру думы тяготенья верных сердец смеясь кровавою слезою роскошествуй в беде но откровенно уже вы за шеломами там мрак и снег и парк и фонари качает и лесбия на цитре песни играет заглядывая в твой печальный зрак и звонкий тополь выпростал и стой души обкраденной в степи не страх ли среди пространств вертепы и миракли и звонкогорлы горн молодой по над туманом дымом по над тьмою над звездами галактиками над смертельную твоею самотою уже лопочет счастье щедрый град оно похоже на лесных ключей пологое и волгкое реченье звучащий край деревни храп коней нагорное привлажное струенье вот так струится полногорлый гик склонись к струе ручья что ломит зубы и в давности ищи себе погубы вплетая муки счастья в давний миг уже весь мир на кончике пера теперь сочитесь смерти алкоголи моей печали радости недоли когда уже ни зла и ни добра не знаю по ту грань существования по всю грань смерти душу мне сжигай что за шеломами блошенный край приблизился господним насыланием уменьшился на точку боли ты за мной в пути вздымает пыль ветрами меж вечеров чернильными столбами последняя из жажд на пройденном пути душа моя что сил гоняйся в от и по ту грань себя где все синее воля пускай кипят кроваво алкоголи так смерть вдохновение познает вот ну у меня много поэтому можно это отдельно просто делать и я перевел еще что чрезвычайно интересно письма стуса из лагеря его сыну совершенно с моей точки просто блестящие образцы анализа у него например есть письмо где он анализирует поэму Цветаевой одну из самых сложных поэм о воздухе шаг гениальный совершенно блестящие рильки вдруг он начинает писать а надо сказать что стус гениальный переводчик он в тюрьме перевел полный корпус рильки он в тюрьме перевел весь восточный диван гёте и большой его корпус стихотворений он перевел лорку он переводил блэйка Цветаева пастернака в тюрьме все это понимаете а вот с рильки это вообще фантастическое я ничего лучше в переводах на русском близко нет но потому что он гениальный поэт с рильки ему был близок и вот в этих письмах сына он по сути у него других возможностей публиковаться то не было вот интернета ну сейчас если и он просто писал письмах вот эти вот потрясающие если у меня откроется часть этого переписки была опубликована в журнале плавучий мост вот я может какие-то фрагментики просто из его писем ну вот случайно открывает сразу читать а еще случилось мне прочитать блока в злодейском бедненьком издании четырехлетняя разлука с ним оказалось при встрече более тяжелой чем я думал оказывается многие его мотивы духовные попытки без слов живут во мне оглушающие живут уверенно я чувствовал почти радость такую как позаправлогоднюю мою встречу с Буниным и богиней с козьим лицом блока казался и выше и прозаичнее его туманы по-прежнему часто раздражают а его дольники просто потрясают и как слышен перезвон голосов и Цветаева и Ахматова и Бунин и Есенин и немало поэтов последующих лет все тут и сколько прозрения глухого испуганного и капли ржавые лесные родясь в глуши и темноте несут испуганной России весь ожигающим кресте вот я просто такая ирония судьбы Василь Стус это как бы такое знамя украинского национализма вот большая часть в письмах написана им это о его любви к русской литературе просто цепь вот блок там другие понимаете и я абсолютно категорически уверен что Стус бы не принял идею монокультуры он был абсолютно человек европейской очень широкий даже сказал имперской культуры в нем как бы вот эти жили голоса он мог и Бунина и Пастернака и Рильки и Лорку одновременно он совершенно не исходил из каких-то вот таких идеологических схем некоторые прозрения мелькающие сознательно не осмысливаются чтобы мотив соучастия в грехе не резал взгляда скифы о это и вправду стихия вправду ветер вправду хотя и далеко предмаяковский ибо клонился долу а не самостоял а попытки вне своего голоса это что действительно это мембрана своего времени духа и вене эпохи своей вот кого обшвыряло время а он смог рано умереть ангельский мефистофельская душа ну вот такие совершенно вдруг блестящие фрагменты вот на велик день сидел дома и читал живи и помни Валентина Распутина в тюрьме это прекрасный роман это отрада моему угнетенному сердцу вот ну а вот прошу прощения моя моя как бы позиция переводчика здесь не совпадает с его но это интересные фрагменты живые все мы мордовленные уже бессмертны мордовия это рангом повыше французской академии которая дает бессмертие ну мордовия это там где он сидел 35 лагерь пермский без испытаний меня не будет не будет и стихов вот достал сборник Ахмадулиной пусто и голо дамский столик с парфюмерией и все поэты давно в петле коротичи всякие их жалейте они меня они несчастнее вот выйду на сопку скоро прислонюсь к кедру поцелую иван-чай синий печальный цветок сопок все сопки синие от иван-чая и защебечет в глазах и сердце вот такое с Ахмадулиной я тут не согласен но ну или вот вот понимаете какая жизнь духа если человек в лагере вот между этими карцерами где он в основном сидел пишет в этом да его в тюрьме сделали операцию удалили половину желудка он лежит в больнице пишет в этом больничном ничего не делаем вынужденно я несколько раз брался за рильки понимаете вынужден мы как бы на свободе за рильки когда беремся да но ничего не выходило ни с сонетами ни с элегиями за элегии след браться сразу за все ведь они как пронись в маниста прекрасны на низкие а по отдельности уже не те но это дуинские элегии кстати он их все 9 перевел да он знал немецкий естественно он переводил все элегии суховатые рассудочные с окраской специфичной для позднего поэта рефлективной эмоциональности он пишет о мире будто вынесен за черту жизненного интереса где-то на дороге смерти или в конце жизненной попытки пребывания это дума человека что живет памятью о мире памятью что наглухо отгородила его от мира тут уже впору найти первые эмоции впечатления стремления образ первого вокруг поэт заглядывает ночной колодец своей жизни вставно против него но заглядывает сквозь толщу ста приятий памяти через этот бинокль своих мертвых глаз он глядывается в космическую пустоту смотря мир мир лишь нарисован на линзах памяти и смысл этого вглядывания самовглядывания или все себя вглядывания ощутить поражение ощутить это ощущение века автор смотрит глазами человечества на то как закатывается зима существования и каждый умирает поодиночке это ситуация границы ситуация самоосознания границы пространства себя в границе пространстве тут есть амбивалентность человеческой психологии человека которого сознание вынесло за край земли инерции выслабившего инстинкта территория существования стала бескрайней а из-за этого и само существование не очерченным это приводит к раздвоенности самоотчуждению ну и так далее ну вот потрясающая глубина вот этого ощущения мысли и конечно я перевел только небольшое количество вот если бы все эти письма перевести это конечно ну или вот короткое совершенно блестящее жест сдвига немевших форм как в немом кино как у Валерии бессмертие с черно-золотым покровом а утешитель наш в венке лавровом на луна матери зовущий всех впечатление от прочитывания стихов я не составил поскольку тогда я жаждал от поэзии жара не отказавшись от этого и сейчас хотя существенно остудились мои требования а еще более остудился я сам перечитывая теперь некоторые цитаты из Валерии Голенищева Кутузова но впоражаясь холодом будто притрагиваясь к промерзшему железу совершенно потрясающая метафора да вот читать Валерии как будто притрагиваясь к вот этому холодному железу это вам не доктор наук по филологических пишет это поэт настоящий душа ведь что поток кривобережный один берег зачарованности другой неуверенности как же течь в воде ну вот малая часть вот мне везет в этом смысле что я могу по-украински читать все 8 томов стуса это потрясающе совершенно ну и так значит сербские болгарские украинские мы отметили ну немножко русские славянские так сказать наиболее сложные я прочитаю некоторое количество своих стихотворений просто последних в жизни долгий посетитель заблудившийся писатель душ наивных развратитель тел небесных воздыхатель я ищу свою обитель я рубанок или шпатель стружка щепки небожитель попрошайка и податель я духовного носитель и духовного предатель режиссер актер и зритель камень веры в мире капель нот орфических даритель знаков божеских читатель жертва вохра обвинитель то защитник то каратель кто же я какой учитель выставит оценки в табель вызовет к доске мучитель и грехов разрушит штабель где настигнет смерть коситель в битве среди звона сабель чтобы стонов усилитель мегагерц гнал сквозь кабель или там где удлинитель жизни совестный воятель смерти доблестный гонитель сердце думчивый приятель да сглотнуть мне закрепитель и тоски моей издатель прокурора сбросив китель и просеяв как старатель ком я слов крупит словитель обнаружит знак искатель жизнь мою где я числитель а создатель знаменатель я ли сам себе крушитель я ли сам себя спасатель или просто тайнозритель и надежды испытатель взмоет в небо истребитель вниз обрушится метатель водородных тел воитель энтропии почитатель и останется кружочек запятая много точек словно в первый миг творения буквицы стихотворения как в том скулы киевская кентарному воздушному вину припав допьешь а там на дне бокала лишь времени оскомина дрожала а если это сон а если это вязь сама обман отдушина осколки и время только нить бессмысленная связь без памятства и смерти на иголке и суп из крапивы и дедушка в окне и мама у далекого причала и бабушка в саду всего лишь снились мне и жизнь излившись вся еще не наступала потрясатель копья преломляет его покоритель питья потребляет питье кто же имя узнает мое калифорнии полдень сладчайшая спесь дух магнолий калибри гуляющий здесь как в раю это я или гамлет это сон или он неземной прародитель умереть и уснуть вот на лошади белой мимо рейган проехал небесный ковбой это смерть или ангел явились за мной на земле золотистой и спелой или будет деревня сосновый предел запах ладана и соловьиный прострел хризалидного марта каурка и тяжелый парной от земли перед их и на дрожжах встающий сиреневый жмых вертикального тела губитель или муромец нежных небес часовой крестовой ездовой он на лошади серой увядает калибри цветком на золе и на этой родимой на полой земле только потом и страхом и верой ну вот сейчас будут следы моих переводов психиатров ради этих мгновений письма как сказал бы делез не размысливаясь речь текла расплеталась тесьма и манила ты кожей умысиваю это древо вокруг это ветви везде и к дросилям зовется пространственное на планете фонарь или бог на звезде или шип сквозь межи государственные шизой мышью да в клеть там где матушка Русь англоголицы да кириллицы или плеть перебить или вязь или юсь или с фрейдом в Израиль намылиться утром он никуда не может встать он лежит как умерший бог он расправляет в кровати стать и подводит жизни итог напрягается все что способно жить и затылок и лобная кость и артерии синеподобная нить и душа заглянувший гость что там в мире плачут смеются поют пожирают близких пьют если иной был бы жив то из кают он не вышел бы строг нают что внутри у него и потоп и жил девять скользких кругов вниз тяжелы грехи если б голубем был не взлетел бы сев на карниз этот смертный грех неумение жить невозможность грехи избыть что же с теми внешними плакать ныть или к центру внутри скользить потолок куда упирается взгляд звездах словно таки душа словно маршал победы встает на парад и шарниры внутри шуршат механизмы колесики весь прогресс устремляющий тело ввысь но он стать не может общий вес тяжелей чем о рай мысль и лежит человек что умерший раб словно камень себя придавив словно римский солдат подле камня слаб опирается на штатив в микрокосмосе сквозь линзы он страхи зрит и землю и он сам на ней отворяется камень и он бежит а в пещере светлей и светлей и лежащий встает и маршал и маршал сорвал ордена за убийство людей и звезда в потолке черепной овал высотой повторяет своей и воронка втягивает картину всю пещера камень солдат вал воды иной выходит нают и кормит из рук ягнят Босфор если цепь протянуть через пролив и разрезать воздух и воду порыв погасить утопить под стеною накрыть кипящей смолой словно вскрыть нарыв словно вскрыть пространство и храм распять словно лес и древлянского цепка опять или над инкуболой книгачей и процеженный воздух в ячейках света расплескать по стенам как плоть ответа из-под купола в сорок лучей захлебнешься в лете и цепь порвется кто на стругах кто в ступе кто звено в кольчуге кто в босфор кто в калку кто в колыму тяжек трон рядом с поступью и находце и пространство царское ни уму не подвластно ни позвонку в подпруге что застывшая птица зрит на лету то и будет звездою взраки увоя крепостная стена раскололась вдвое пало царство и нет продолжения ему ну я тут может маленький комментарий это стихотворение написано в стамбуле прямо на босфоре как раз когда я смотрел на цепь которой перегораживали славянам во главе с князем Олегом подходы к царьграду вот когда я увидел эту цепь реально вот возникло такое стихотворение но правда у меня в отличие от старца Филофея как видите после падения Константинополя Третьего Рима нет ну вот я я вообще как-то плохо отношусь к таким прямым откликам на политику в поэзии они чрезвычайно редко удаются с другой стороны несколько лет как я стал неактивным но участником в фейсбучной жизни и часто вижу как мои друзья в фейсбуке публикуют стихотворение на как бы отклики на то или иное событие может даже наверное есть какие-то исследования такая специфическая видимо жанр нового фейсбучной поэзии где все переплетено там телевидение политика какие-то отклики ну где-то это меня тоже коснулось хотя повторяю как бы это не совсем мое тем не менее скажем два стихотворения из меня выскочили вот с какой-то такой немножко тематикой я живу в стране победившего вертухая и бежать-то некуда и в центре и с края он тулупе стоит пляшет тень с цигаркой же стирая с листа а ты помаркой в сером воздухе как стришь разрезая под копченное небо взыскуешь рая я живу в отчизне победившего стукача если совести нет зачем кумача этот цвет стекается спины к затылку я сбежал бы да поздно пролез в бутылку барабанная дробь на плацу что волчат стук клыков что в сердце игла врача я живу в стране победившего паханата избежать-то некуда за оконцем нато упивается кровью сербских детишек неопщенный вой да их не услышит ни один циркач на струне каната перерезал нить брат поедя на брата если трупы восстанут сметут березы много слез я пролил теперь тверезы и стою закусив губу за решеткой позовут на плаху прилягу кротко что ж руби отчизна бедолагу барда как в игре престолов отец бастарда как рубит вертухай стукача по пьяни как в руке палача и в бухом стакане то ли брашки плеск то ли кровь невинных и скрипит душа словно ось дрезины и сдувает жизнь как чужую пену и с размаху бьет головой об стену но вот такое вот это вот как бы сейчас я прочитаю то что я условно называю фейсбучной поэзией я овощ сидящий перед экраном потребляющий лощ с честным лицом телеведущих сердце мое трепещет от кровавых преступлений хунты пиндосов путина сталина трампа игил организации запрещенной в рф я приношу гвоздику к бюсту сталина ленина путина трампа хоть вот не вижу бюст мерлин монро или девушек по переписке на сайте секс знакомств я люблю ненавижу совокупляю жую сосиски смотрю смартфон я человек личность дарвиновская обезьяна богосозданное существо фанат спартака ненавижу футбол кормлю бомжей и бродячих собак ненавижу быдло мой дом на рублевке в трущобах гарлема счет сбербанки швейцарском банке тельман и ко яхома пенсионер глист президент но если я в горах стоял рассвет стихал иол борей палатки тент росу похожую на розовую воду держал в ладони каменные своды вдруг разошлись над голым ледником зажила звезда похожая на ком из дворового снега на бульваре где вырос я и будто все в пожаре вдруг вспыхнуло и в мерности небес щербатая вершина отразилась и слово розовеющий отвес соединил два слоя эту милость открыли глубина и безвозмездный кряж и грядка тишины надежная как страж прекрасный телом совершенный колос верх вытолкнула как освобожденный голос и образ безглагольный наш это кино про меня умершего когда-то кажется я променял небо на область ада поверху тучки плывут понизу их скребут словно снежок лопаты кажется это я таю любовь тая как претекстата кончился этот рим завтра пойду к другим третьим а там лакуна кажется это я малая часть бытия след под пятою гунна лето россия звон стылых стеблей мороза боль на конце иглы медленные валы четвертая стража доза так что душа прощай выстуженная где-то кажется там где рай был оказалось гетто тучки сугробы низ верх ли един каприз там за чертою сада кажется я и так тень паутине знак высохшая фасциата вот такой паучок черный фасциата как почки набухает и весна себя саму с усердием производит парная почва до ядра ясна пока зерно умершее восходит ячмень кремля софия сосняка а сокол у днепра у карпов буки природы мир взрастят наверняка лишь государство порождает муки а сокол умирает лишь на миг а человек до окончания века жизнь государства это краткий сдвиг от падшего зерна до человека встает рассвет ложится спать барсук нет сна у совести и у царя на троне при сущности в один сойдутся круг чтобы взрасти от смерти к обороне кто там чем виноват это знает солдат во сырой земле это знает отец он в раю молодец молится обо мне это знает вон та болью поражена крово травленная там у моря гора за горой ты да я так неужто пора кто спасется кто нет это знает поэт во сырой земле он у черной реки у второй он реки и стреляет с руки он востылой земле молится обо мне и тебе и о нас ну а что там еще для судьбы и в судьбе бог припас кто тут мертв кто там жив это знает прилив облака в вышине деды баба мои имняки у реки рыбы птицы вовне кто плывет кто кружит кто в землице лежит кто рыдает о нас это знает она божья матушка на водре жизни лежит как успение придет как успение пройдет сон погрузимся но ты пробудишься лишь если с нею спаришь а иного ведь и не дано знает божий певец знает воин живец знает в небе отец знают баба и дед знает облачный пруд знает ивовый пруд знает праведный суд да и ты все поймешь наконец что вспыхивает между голосами когда на даче лес гудит скворцовый и люди умирают сами а звезды в небе вспыхивают снова есть притяжение выше чем сознание враг или друг его подкинул свету когда не по отдельности предметы а сразу все пывает мироздание и где пожар страшнее и прекрасней где звук и притяженней и опасней что с человек попавший на излуку не радость выбирает а разлуку скворец затих комар погиб под пальцем заснули люди заскрипели пяльцы и небо опрокинулось в родные глаза безумные открытые шальные я часто себя балую тем что себе на дни рождения пишу стихотворение наверное можно уже отдельный такой сборник составлять я кстати сейчас читал вот в этом году тоже прочитал стихотворение вот я с него начал там где на две рифмы да жизни там победитель посетитель там метать очень интересно что написал его действительно день своего рождения я сидел в поликлинике смотрел на талончик и вдруг увидел там было написано посетитель номер 5 где-то так и мне вдруг это слово посетитель я понял что надо на него написать на эту рифму вот но одновременно я когда-то написал стихотворение в 27 лет моя такая техническая гордость 27 четверостиши на две рифмы ни разу не повторяющиеся вот я повторил это вот в 57 лет а это написано было мною на мое 50-летие юбилейное в приморском городке случайный юбилей как на цепочке лет чужое украшение немножечко хохол немножечко еврей и русского словца наивное вкрапление у трех империй я родился на краю австро-венгерского готического рая шепольскан из гене шлымазал мать твою санек давай пасуй что ж хлопать повбываю от прикорпатских чащ туда где борисфен язычников объял как слово демиурга от цареградских до кремлевских красных стен от жиздры золотой до екатеринбурга не лавры ни к чему когда отчизны нет но русский и еврей империи потомки якут и малорос эвенг и самоед башкир и белорус пусть вспомнят шепот громкий о словаре души о чистых небесах о мире что забыл и сам себя и бога о подвигах солдат о доблестных стихах и что спасутся те кто возлюбил премного а если есть за что простить меня то лишь что плакал не стыдясь над всякой тварью бренной боли душа моя да ты и так болишь и радуй мира крест кириллицы смиренной кириллиц кириллиц с кириллиц ко Дмитрий